Одна встреча может изменить многое, принести обращение и любовь. Здравствуйте! Здравствуйте! Слушайте, что-то я вас плохо слышу. Я, может, никуда попала, вроде какая-то меселуха, здесь была бычу-то какие-то. Молодцы! Знаете что, я долго думала с чего начать сегодня и решила, а начну-ка я с конца. Мне через месяц шестьдесят пять. А чувствую я себя на тридцать пять, а в душевной вечной семнадцать. А знаете почему? Потому что я сама себя сделала. Я полностью изменила свою жизнь в прошлом веке. Триста лет тому назад. Ну, собственно, на этом, наверное, можно и заканчивать. Да? Точно? А то у меня душевная понаписана, в памятнике-то помните. Ну, ладно. Я родилась на Дальнем Востоке. Пять лет мы с родителями переехали в тюрьмень. Я училась в музыкальной школе без особых каких-то талантов. И все, мне приходилось тогда брать пятой точкой, как говорится. И представляете, я чувствовала себя так нагадким утенком. А кто-нибудь себя так чувствовал тогда? С грехом пополам я все-таки закончила музыкальное училище. Тринадцать лет отработала преподавателем фортепиано. И, понимаете, вот день за днем, день за днем одно и то же. Такая вот рутина какая-то. И никаких перспектив на будущее. И уже тогда я задалась себе вопросом, а зачем я живу? Смысл жизни какой? И тут я влюбляюсь по уши. А на дворе лихие девяностые. Помните? Ну, помните вот эта вот свобода лихая девяностая? Секс, наркотики, рукодол, пьянки, мулянки. Все это помните? И я, красавица, с двумя трехлитровыми банками квадшиной капусты, с чемоданчиком в пробуренном вагоне. Я ехала в Москву к любимому. А любимый зараза не ожидала моих оправданий. Инфляция сожрала, блин, все деньги. Ну, знаете, вот такой полный крах. И я в итоге остаюсь без работы, без денег. Короче, все пропугало. Но возвращаться обратно я не могла. Ну, понимаете? Гордость не позволяла. Короче, остаюсь я у разбитого корыда на полном днище и вопрошаю. За что мне это? Ну, вопрос был, конечно, поставлен неправильно. Но, тем не менее, есть вопрос и есть ответ. Ответ пришел в виде знакомой, которая предложила мне поправить здоровье с помощью продукции одной сетевой компании. Гербалаев. Я благодарна до сих пор ей и самой себе, что тогда мне хватило ума не пройти мимо, не отмахнуться, а принять ее предложение. Хотя на тот момент у меня не было денег даже на покупку этого продукта. Вот это и был переломный момент в моей жизни. И я встала на свой путь. А что муж спросит, его интересно? А муж объелся в ружь. Счастье, за которым я ехала, начала пить. А жили мы в коммуналке совершенно обшарпанной. И я каждый день с утра до вечера вот с такой огромной сумкой полкала по всей Москве, продавая продукт. Приходила домой вечером, брала телефон городской, помните, да? Такой с такой злинным проводом. И закрывалась. Где вы, вы думали? Видать, у кого-то было то же самое. В туалете. И в прямом смысле слова, сидя на горшке, я делала звонки до самой позднего вечера. Обзванивала людей. А с утра все повторялось то же самое. Помню, как мы расклеивали листовки на заборах, на деревьях, на подъездах. Нас гоняла милиция, у метро мы их раздавали. И два года вот такой беготии я ушла. Сейчас, подождите, вспомнил. Я жестко предупреждала об камне. Потом я прошла еще несколько компаний, нарабатывала опыт. И вот тут я дотункала, дотункала вот прям, что оказывается гораздо выгоднее, эффективнее и надежнее строить структуру. Сам по себе сетевой мне уже тогда нравился, и в найм я уже не хотела, и другой образ жизни я уже не принимала. Я просто искала свою компанию. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас, подождите. Я просто искала свою компанию, и мне надо было самой себе доказать, что я чего-то стою. И тогда на моем пути стали попадаться люди, курсы, книги по развитию личности. И я начала менять свое сознание кардинально. Я училась мечтать, создавать мыслеформу, правильно ставить цели, говорить только позитивные слова. Поймите, Вселенная нам реализует ровно то, что мы думаем и говорим. Знаете, как говорится, бойтесь своих мыслей, они имеют свойство сбываться. В общем, я начала учиться жить в позитиве. Короче, в 2000-м я расставить службу и переезжаю в маленькую съемную квартиру с подружкой, и меня приглашают на открытие компании «Служба Довганя». И вот тут я понимаю, вот она, вот она моя компания. Мы начинали создавать ее с нуля. У нас была очень мощная, вдохновляющая идея построить компанию номер один в мире. Где будет все, от иголки до самолета. И это было не про личные амбиции и про деньги. Деньги? Конечно, но по пути. Запомните, деньги – это не самоцель. Деньги – это средства для достижения цели. На тот момент я уже пришла подготовленная в этом смысле. И то, что нам начал давать долго, вложилось на благодарную почву. И у меня пошел мощнейший рост. Личностный, человеческий, профессиональный, духовный. Меня поперло. Мне кажется, что это с микрофоном бывает не то. Знаете, мы пахали с утра до ночи, на самом деле. Ну, правда, никто не говорил, что будет легко. У нас было все-все-все расписано, вот по минутам. Когда встречи, когда тренинги, когда презентации. Помню, у нас был момент, когда у нас люди на окнах висели на презентации. Потому что мы их столько много приглашали. И неожиданно для себя, вдруг, я становлюсь первым человеком компании. АПЛОДИСМЕНТЫ Технические и неувязки. Ага. Кто хочет стать первым человеком компании? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это, кстати, была тоже не самоцель. Это тоже было попутно. Сейчас. Мы людям в голову вкладывали цель не заработать денег, не выполнить маркетинг-план. А изменить, в первую очередь, свое сознание. Глобальная идея и глобальная задача, на которой мы объединяли вокруг себя людей. И вот уже после этого мы с каждым человеком определяли его конкретную цель. Зачем ты пришел? Чего ты хочешь? Куда тебе нужно идти? Мы накапывались до истинной цели каждого, чтобы у него загорелись глаза. И вот когда человек понимал, чего он реально хочет и зачем, и вот так же точно начинала петь. А что хотела Оля? А Оля в первую очередь хотела квартиру в Москве, хорошую, большую, светлую. И за два года я на нее заработала. Это была моя первая материальная цель, но была еще одна, нематериальная. Встретить мужчину, с которым я бы могла стать по-настоящему счастливой. И на эту тему я тоже помню, как я работала, создавала мыслеформу, прописывала, визуализацию делала. Но знаете, не все идет так, как тебе иногда хочется. Как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. И вот, я уже собираюсь покупать квартиру. И тут, и тут у меня крабут все деньги, все заработанные деньги. И причем дважды, представляете? 80 тысяч долларов, так на минуточку, на тот момент. Вот что бы вы сделали на моем месте? Слушайте, я рыдала, рыдала белугой три дня. А потом, я уже не задавала себе тот вопрос, за что мне это, я же уже ученая. Я задавала вопрос, а зачем мне дана эта ситуация и для чего? Ведь вы же знаете, что все, что не делается, все к лучшему, правда? И я с благодарностью Вселенной опустила все это, простила и закрыла эту страницу. Видимо, так и должно быть, когда ты хочешь прийти к своей цели, к своей мечте, но другим путем. Мы не знаем, каким иногда. Мы, люди, отсюда не видим, каким путем можем прийти, но там, наверху, нашим проводникам виднее, как нас довести. И я принимаю решение в перееме в другой конец Москвы. И за три месяца я зарабатываю снова на квартиру. И еще и уже в другом районе. А еще я принимаю решение повысить свой уровень жизни, пока у меня нет машины, ездить на такси. А такси тогда, это не такси сейчас, это выходишь на дорогу и голосуешь. И вот так я ездила, разговаривала с водителями по дороге, задавала вопросы, училась сама говорить свободно, контакты собирала. Знаете, что называется, отрабатывая на кошечках? И еду, и тренируюсь, и базу нарабатываю. И вот, в одно самое обычное утро, как всегда мысленно простроив свой день с благодарностью Вселенной, я собралась и вышла из дома. В то солнечное ноябрь-квартябрьское утро я поехал за диваном. Ничто не предвещало беды. Я зашелся с женой, и после долгих скитаний романтических я вернулся домой к маме. В этот же район. Представляете, а спать нечем, не на чем. Я сажусь в машину, и еду диван покупать. И ничто не предвещало беды. И выхожу на перекресток, стою, плаваю в машину. Выезжаю, проезжаю поворот, смотрю, стоит. Длинноногая, красивая, и голосую. И я, конечно же, проезжаю мимо. Но я же не таксист, я вообще никого в жизни не подвозил. Но тут что-то пошло не так. Стою, машины проезжают одна, вторая, третья проезжает, и вдруг с резким визгом останавливается. Что-то торкнуло, и все. Машина сдает назад, смотрю, мужичок симпатичный за рулем. Я так безразлично ее спрашиваю. А, говорю я ему, мне в район Курского вокзала подвезете за 200 рублей? Я говорю, да, садитесь мне туда в ту сторону, а мне вообще в другой район. Сажусь. А у него машинка небольшая? А у меня-то ноги. Я его и спрашиваю, у вас сиденье как-то двигается? Я говорю, конечно, подвинем. И буквально переваливаюсь через ее красивые длинные ноги, отодвигаю кресло. Едем. И тут она начинает. А как вас зовут? Спрашиваю я. Меня? Сергей. А чем вы занимаетесь? Я продолжаю. Ну, работаю личным водителем. Ой, как интересно. А я? А ты? А я продолжаю активно спрашивать, рассказывать. Помните, да, на кошечках отрабатываю бла-бла-бла? Я как про сетевой услышал, мне сразу никто вспомнился. Приходит домой муж и говорит мне, я вступил в МЛМ. Она с ужасом, господи, ты опять куда-то вляпался. И вспомнил историю, рассказываю ей. В 90-х меня друг приглашает на презентацию. Пойдем, говорит, там работа, денег в окно не перекидать. Приходит, герба-лайф. И девушка нам говорит, вы знаете, если вы купите наш продукт на 1,5 тысяч долларов, вы бесплатно поедете в Египет. У меня вообще ничего скользится. Я ее спрашиваю, зачем мне ваш продукт, если я за эти деньги, и я еще десять человек в шоколаде в Египте отдыхать буду? Короче, послушали мы все это дело, дурдом какой-то, говорю другу, слушай, валим отсюда. Либо мы сейчас что-то купим, типа во что-нибудь вляпаемся, и все. Ну, берем телефончик и валим. Едем дальше. Как же вы где-то телефон взять, дурдом? А я им говорю, ну насмешили вы меня, Сергей. Но, кстати, мы уже приехали, вот здесь остановите и деньги возьмите. А гусары денег не берут. Я говорю, нет, я же все равно в эту сторону ехал. А я говорю, ну нет, я привыкла за любую работу платить, возьмите, возьмите. Думаю, ладно, деньги. Телефон бы взять. И только я открыл рот, чтобы спросить. Она мне говорит. Кстати, вот вам еще визиточка. И телефончик свой дайте, пожалуйста. Дайте, дайте. Но мне же надо базу-то свою нарабатывать. Думаю. Господи. День-то как хорошо начинается. Телефон. Деньги. Красивая женщина. Как вы думаете, я ей позвонил? И без презентации. Понимаете, да? Значит, должны были у меня тогда украсть эти деньги. Мне нужно было переехать из того района, чтобы здесь встретиться с тем, кого я заказывала вселенной. А мне надо было просто вернуться домой после долгих скитаний. И поехать за диваном. Ну, а потом она мне сделала предложение, от которого я не смог сразу отказаться. Стать ее... Личным водителем. А потом уже и мужем. Да-да. Вот так я получила личного водителя. Кстати, я его тоже заказывала вселенной. Девочки, по секрету. Ну, не царское это дело. Самую себя возить. И мужа об одном флагоне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, вот, начал я ее возить. Кстати, зарплату доиск пор не получаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И чтоб ее не ждать, сижу там в уголке, смотрю. И с каким-то временем начинает приходить осознание и понимание, что там происходит. А я человек веселый. Я люблю посмеяться. У меня на минуточку день рождения первого апреля. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и там компания веселая собралась, так что все хорошо. Да, у Сергея действительно отличное чувство юмора. И его в компании приняли очень быстро и полюбили. Но я не скажу, что он быстро привлекся к бизнесу. Но в тот момент он мне очень здорово начал помогать в плане техническом. А был 2002 год. И у нас тогда не было централизованных доставок. Мы, знаете, все делали как на коленке. Деньги в конвертах, отчеты на бумаге, коробки сами пакуем, отправляем поездами, автобусами, самолетами. Да, да, вот вы знаете из этого. Мужчина, вы мне нужны, ой, молодой человек, вы мне нужны как мужчина. Перекриньте мне шкаф, пожалуйста. Ой, да ладно. А потом уже появились компьютер, интернет. А я-то с техникой не дружба, я шатрояля. А Сергею это очень нравилось. Кстати, мужики есть тут, кого насильно сюда придащили? Нету, слава богу, я не. А я так думаю, если ты не хочешь ничего делать, не хочешь вообще ничего, просто не мешай своей женщине. А если хочешь, помоги, отвези ее куда-нибудь, коробки переставь, интернет настрой. Ну, сделай что-нибудь, внеси свой вклад. Помоги, помоги, чтобы женщине легче было. А то я от мужиков слышу, вот, я с утра до вечера на работе, и как в песне я пришел домой, ты там сидишь со своим сидевым. Я говорю, ты переключись, начни ей помогать, и у тебя все удвоится. И не будешь на работу ходить с утра до вечера, будешь в свободном полете, и будешь все время рядом с женой. Ну, если тебе это надо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И по прошествии времени, ну, впрочем, как всегда, стало понятно, что все было сделано правильно. Итак, мы росли. Мы, вообще-то, по такому принципу, знаете, живем, что все к лучшему. У нас даже приметы. Кошка перебежала в деньгах, к счастью. К процветанию. И поэтому мы вообще к этому легко относились, ко всему. Ну, это кто как, конечно. Вообще тяжелая была ситуация, на самом деле. Но вот такой пофигистический подход, на самом деле, все скрашивает. Знаете, любую серьезную ситуацию нужно обязательно разряжать. А я-то, девушка, серьезная, ответственная. А вот такой-то подход из его юмора и моей ответственности позволяет гораздо легче жить. И так мы росли, развивались, жили, не тужили до 2011 года. А в марте 2011 нас топ-лидеров приглашают на совещание. А мы, как бы ничего не предвещало, как говорится, беды. Мы готовили выездной семинар в Израиле, работали спокойно. Совещание было недолгим. От Курма недолгий, как говорится. Знаете, нас не готовили. Нам в лоб сказали. Сложилась такая ситуация. Мы объединяемся с компанией Фаберли. Берем свои сумочки, садимся в автобусы, машину, у кого что было на тот момент. И едем на экскурсии на фабрику Фаберли смотреть производство. Сказать, что это был шок, это ничего не сказать. Но вы понимаете. Вы знаете, у нас уже в компании был сухой закон. В нашем. И там видно, как людям еще наливали, они как-то легче это все перенесли. Но знаете, все эти годы нас учили тому, что жизнь, она инстагнация. Жизнь, она состоит из перемен. И любую перемену нужно принимать с благодарностью. И поэтому в этот раз мы, конечно же, уже перестроились гораздо быстрее. Мы повезли людей в Израиль. С шутками, прибородками мы начали их настраивать на эту перестройку. Конечно же, по дороге какая-то незначительная часть людей рассосалась. Но значительное осталось с нами. Это благодаря тому, что мы строили команду по принципу не денежно-товарных отношений, а в первую очередь дружеских человеческих. Это очень важно. И вот мы проводим мероприятия, развлекаем людей, объясняем, что, зачем, почему, что так будет лучше. Просто мы еще с вами этого не видим, как обычно. И вот когда Фаберлин начал вот так раздостаться, как сейчас, когда начали присоединяться к нам еще другие компании, мы поняли, что мы же мечтали построить компанию номер один в мире. Помните? И мы ее получили! Да, опять другим путем, да? В другом виде и с другим названием. Ну какая разница? Мы же это получили. И мы были очень благодарны Владимиру Викторовичу за то, что он не распустил свою компанию, а за то, что он перенес бережно нас на платформу, готовую Фаберлин. И это было достойно. И, как говорится, жить стало легче, жить стало веселей. Мы уже перестали коробки возить на вокзалы. Как-то стало все спокойно, тихо, мирно, без суеты. Но это чисто для меня. Знаете, у нас все отлично. А будет еще лучше. Мы в этом точно уверены. У нас нет сейчас глобальных целей и глобальных мечт, потому что нам не нужны заводы, пароходы, самолеты. Мы считаем, что для хорошей, достойной жизни достаточно немного. Мы создали для себя то лучшее, что хотели. И ценность этого лучшего – это наши люди, это наши лидеры, это наша команда. Из-за успеха которой мы постоянно радуемся. Мы любим вас, родные наши! Мы многое с удовольствием путешествуем. И, кстати, в каждом путешествии моя база контактов продолжает пополняться. Да, да, знаете. Жень, пошли купаться, Серега ныряй, сейчас пойдем подписывать. Так оно и есть. У нас свое кредо в жизни на двоих одно, которое у нас уже давно сложилось. Жизнь – это праздник. Не в смысле праздновать, просуществовать, а в смысле праздновать жизнь в каждом ее проявлении. В любви, в счастье, в радости, в изобилии мы разрешаем своим мечтам сбываться. Вы знаете, это гораздо важнее – просто жить здесь и сейчас. Радоваться жизни и радовать этот мир. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, мы все время вместе. Мы в поездках вместе, на работе вместе, там вместе, тут вместе 24 часа вместе. Устаем? Нет. Нет. Наоборот. Нет. Захочется полежать – полежать. Один. Чуть не хватает. Поедешь куда-нибудь на работу по рабочим делам, либо на дачу один, но все время переписываешься. Псмс-чки любовные, шуточные какие-нибудь, пересылаешь. Или по видеосвязи. А ты что делаешь? А ты что делаешь? И ведь знаем в этот момент точно кто что делает. А поговорить? Поэтому у нас все происходит легко. Вы знаете, когда ты уже не боишься перемен и не бьешься в одиночку, как рыба об лёд, когда ты веришь в себя, когда ты доверяешь Вселенной, Тебя не тут, а ты идёшь. Ты идёшь сопровождаемый. Главное – иди! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эдик Пушкин, который приехал вчера и приготовил нам зуб первое, а второе – всё на свете. И как говорил баран Гхаус, улыбайтесь, господа. КОНЕЦ